добрый вечер всем участникам девочки мальчики взрослые и дети приятно видеть вас здесь мы по вторникам собираемся для чтения вансин пока постепенно будем переходить к более продолжительным текстом и продвигаться в них по мере своих возможностей сегодня я показываю сегодня у нас с вами 18 кажется встреча сейчас мы посмотрим до 18 я сделаю сейчас демонстрацию демонстрацию нашей программы 18 зум который мы проводим для взрослых и читаем как я сказала басни сколько успеваем столько и читаем немножко будет есть у нас работа с текстом толкового словаря еще одну минуточку задержимся заходит как кто-то из желающих с нам присоединиться анна покажитесь пожалуйста на нам у меня у меня почему-то камера барахлит а вы были уже у нас она да у меня у вас мои дети занимаются я была на вебинаре по хорошо хорошо это просто я к тому что знаете ли вы наши правила я вас записываю номер 10 отлично и так мы переходим к чтению сначала два маленьких текстика про героев басни из толкового словаря потом будем читать сам текст алис пожалуйста посмотри на экран что первое предложение давайте на минуточку задержимся это определение грамматические шем-эцем мин захар то есть орев это существительное мужского рода в иврите но и в русском есть и женский мужской для всех животных как-то всегда бывает поэтому это технические такие обозначения потому что этот кусочек из учебника для школы пожалуйста дальше спасибо алис замечательно мы здесь отмечаем цепор к доля слово цепор женского рода бацева афор шахор здесь она нарисована просто шахор черная но бывает черно-серая и нам дальше рассказывают шеколь шела коль шель цепор если бы нам говорили про орев сразу не было бы слова цепор то это было шелло ор орев здесь написано мин захар а цепор мин никива поэтому шела хазак коль хазак царуд в цархани царуд это такой не грубый а хрипящий как бы хриплый голос цархани это один из видов крика точная вы можете посмотреть в словаре если вам это будет необходимо может быть вы не будете нуждаться софия пожалуйста прочитай следующее предложение очень хорошее здесь определение очень хороший вопрос это Это тоже кусочек из учебника, с которого мы будем чуть позже читать текст. Шуаль Армуми. Армуми – это обманщик, врун, тот, который… И тут там и объясняет. Армуми – уу. Мише Менацель – тот, кто эксплуатирует человека. Ле Ра – тот, кто эксплуатирует в плохом смысле. Для плохого по отношению к нему. Анашим – ше Мааминим ле. Анашим – Мааминим ле Шуаль. Ве У Менацель – Ле Ра. Эмуна – шлаем. Я надеюсь, что предложение получилось со смыслом или нет. Скажите мне. Ну и этот детей спрашивает. Маа Датхэм Атуар Армуми Матим ле Шуаль. Дети не знаю, могут ли это оценить, но мы-то с вами знаем, что это так. Итак, сегодняшняя наша басня. Нина читает название. Ле Шуаль в АОРЭВ. 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 Шуаль. Мы про него только что прочитали. АОРЭВ – это тоже видим картинку. На картинке есть басня, которую мы знаем. Зелеными квадратиками я обвела слова, которые здесь даны и в толковании, и некоторые в переводе. Нина, пожалуйста, первое предложение тоже ваше. АЛЬ АНАФ ШЕЛЬ ЭЦ ЯШЕВ ОРЭВ В БЕФИВ НЕТАХ ГВИНА. ГВИНА. Правильно. АЛЬ АНАФ ШЕЛЬ ЭЦ – первая часть предложения. ЯШАВ ОРЭВ – это вторая часть. Нам рассказывают кусочками. Это такое предложение. Оно как бы несложное из разных частей, но по очереди перечисляются все действия, которые происходят в этой картинке. У, БА, ПИ, БА, ПЕ, ШЕЛО, ПИВ. Тут, получается, все буквы потеряли свой догеж, и вместо БЭ и ПЭ они звучат ВЭ и ФЭ. У, ВЭ, ФИВ. Ну, на самом деле это слово ПЭ, то есть его род, и буква ГЭ уходит из-за того, что присоединяется окончание личного местоимения. И в его рту НЕТАХ ГВИНА. Мы с вами знаем эту басню, поэтому мы догадываемся, что НЕТАХ – это кусочек какой-то, долька или то, что отрезано от большого куска. НЕТАХ нам напоминает этот корень, напоминает слово НЕТАХ, МЕНАТЭХ, то есть то, что может быть отрезано. И мы продолжаем дальше. Нина, спасибо очень хорошо. Пожалуйста, Валентина. НЕТАХАТ ЛАЭЦ ЯШИВ ШОЛЬ. Валентина, мы не двигаемся дальше. Посмотрите на это слово, и я вам показываю, куда вы должны обратить внимание. Ещё раз его, пожалуйста. ЛЕХАСИК. ЛЕАСИК. 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 ЭТ ХАГВИНА ЛЕ АТСМО. 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 АТСМИ – это я сама, АТСМО – он сам, потому что ШОАЛЬ тут тоже мальчик. У нас тут два мальчика, ОРЭВ и ШОАЛЬ. Поэтому все глаголы и всё, что их определяет, всё это в мужском роде. МЕТАХАТ ЛАЭЦ ЯШЕВ ШОАЛЬ. Это первая часть предложения. ЯШАВ, извините, даже я правильно с вами так же постарела. ЯШАВ. ЛАШЕВЕТ – это глагол, который в прошедшем времени, третье лицо, единственное число, мужской род. ЯШАВ. Это первая часть. МЕТАХАТ ЛАЭЦ У ЙОШЕВ. ЯШАВ. ВЕХИПЕС. Мы обращаем внимание, когда видим букву ШИН, не СИН ли она. ВЕХИПЕС ДЕРЕХ ЛЕАСИГ ЭТ АГВИНА ЛЕ АТСМО. Искал путь, как добыть ЛЕАСИГ – это достигать, добывать что-то. ЛЕАСИГ – добыть ЭТ АГВИНА, этот вот кусок сыра, ЛЕАЦМО – для самого себя. Что-то нужно еще объяснить? Нет, нет, нормально все. Да, Юлия, пожалуйста, в вашу очередь. ЛЕБАСОВ АРИМ АШОАЛИТА РАШО ВЫ АМАР БАКОЛЬ РАМ ЭЙЗА ЦИПОР АЦИЛА ЙОШЕВИТ АЛЯ АНАФ ШЕМАЛАЙ. МАЛАЙ, да, вы это читали до конца предложение и остановились очень правильно, хотя речь его еще не закончена, но мы должны сначала себе пояснить, о чем мы прочитали. ЛЕБАСОВ, то есть в конце концов, ГЕРИМ АШОАЛЬ ЭТ РОШО, Юлия, нельзя звук О писать ни в коем случае, не превращать ее в А, иначе у нас не получится слово, которое надо. ГЕРИМ – это он поднял ШОАЛЬ ЭТ РОШО ВЫ АМАР БАКОЛЬ РАМ. КОЛЬ РАМ – это одно вместе должно переводиться, как вы это понимаете, КОЛЬ РАМ? ГРОМКОМ. ГРОМКИМ ГОЛОСОМ, да, ГРОМКИМ ГОЛОСОМ. И он сказал, ЭЙЗОЦИПОР АЦЫЛЯ. Я вам сделала выписку, чтобы пояснить это слово АЦЫЛЯ. Я думаю, может быть, вы его знаете, но на всякий случай я взяла, чтобы это был синоним. АРИСТОКРАТ АЦЫЛЬ БЛАГОРОДНЫЙ. ЛИС обратился к ВОРОНУ, но он не назвал его ОРЭВ, а он назвал его ЦИПОР. ЭЙЗО, поэтому ЭЙЗО в женском роде, ЦИПОР АЦЫЛЯ. То есть, какая благородная, аристократическая птица. ЙОШЕВЕТ АЛЬ АЭАНАФ ШЕМЕАЛЯЙ. НАДО МНОЙ. НА ВЕТКИ, КОТОРАЯ НАДО МНОЙ. Если бы это был мужской род, то было бы ЭЙЗЕЦИПОР, ну не ЦИПОР, а ОРЭВ, АЦЫЛЬ, не АЦЫЛЯ. Хорошо, Юля, спасибо, Катерина, пожалуйста. Вы читаете, что он дальше говорил? АЙЁФИ, нет, АЙЁФИ, 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 ШЕЛА, МЭАМЭМ, ВЕКУЛА, МАКСИМА, МАМАШ. МАМАШ, точка, останавливаемся. Итак, это прямая речь. АЙЁФИШИЛА, ЕЁ, а как бы не напрямую обращается, а как в третьем лице. АЙЁФИ, ШЕЛА, МЭАМЭМ, слово МЭМЭМ, я вам сделала такую расшифровочку и перевод, потому что я тоже это слово сама не знала, поэтому, когда я не знаю, я делаю перевод или я делаю вот такие слова-синонимы. МЭМЭМ, МАДГИМ, МАФЛИ, МАФЛИ чудесный, МАДГИМ, ну потрясающий или там прекрасный. И вот тут ЭйЗОЦИПОР, ВЕЙОФИШИЛА, МАДГИМ, ВЕКУЛЯ, МАКСИМА, МАМАШ. Очень прекрасная МАКСИМА, ну от слова МАКСИМУМ и КАССЭМ, чудесная, волшебная как бы даже. Очаровательная. Можно очаровательная. Любые можно сюда вставлять русские слова. Главное, что мы понимаем смысл, который, может быть, не обязательно делать даже и перевод. Дмитрий, пожалуйста, вы читаете окончание слов ЛИСА со слова ИМ. ИМГАМ, ГАКОЛЬ, ШЕЛА, ЯФЕ, КАМОА, ГАРЕЙ, БЛИ, КАЛЬ, САФПЕК, ЗОГИ, МАЛЬКАТ, ГА, ЦИПОРИМ. ЦИПОРИМ, вот эти вот значки, которые как бы и буква, звук А обозначает, но имеют еще и две точки шва. Все-таки мы читаем ОЦИПОРИМ. Да, очень хорошо, Дмитрий, все слова прочитаны правильно. Сейчас мы с ними разберемся. ИМГАМ, АКОЛЬ, ШЕЛА, ЯФЕ, КАМОА. КАМОА, КАМОА, это как она, как она сама красива. Красиво или ее голос точно так же хорош, как она сама. Когда вы видите им в начале, это если или или. ЛИСА, предлог, который не совсем вопросительный, а такой задающий вопрос и раздумья. Если так же и голос ее красив, как она сама. АРЭЙ БЛИ КОЛЬ САФЭК. КОЛЬ, мы тут читаем тоже, надо, Дмитрий, запоминать, что это слово читается с О, хотя написана вот такая черточка, как А. Наверное, Анну выкинула, я ее приму. РЭЙ БЛИ КОЛЬ САФЭК. БЕЗ ВСЯКОГО СОМНЕНИЯ. БЛИ САФЭК, это БЕЗ СОМНЕНИЯ. БЛИ КОЛЬ САФЭК, БЕЗ ВСЯКОГО СОМНЕНИЯ. ЗОИ, вот именно она, была бы МАЛЬКАТ АЦИПОРИМ, КОРОЛЕВА ПТИЦ. ЭЛИС, ПОЖАЛУСТА, ВЫЧИТАЕТЕ. ПОЖАЛУСТА, БЕЗ ВЫЧИТАЕТЕ. Просто патах эт пив, ляшир в нетах ле гвина, ле мата, да, и тут нам становится понятно, что орев, я сделала два пояснения, нахат это мазаль или ошир, мазаль, ошир, мы эти слова точно знаем, знаете, есть еще такое, как бы стариковское пожелание, наверное, это из идыш, так принято это слово, нахыс ми еладим, да, то есть, чтобы счастье тебе было от детей, потому что выдыш, или вернее, это даже не выдыш, а в ашкенадской традиции буква та, которая стоит на конце, произносится как звук с, нахыс, поэтому это слово мы с вами, может быть, от своих бабушек когда-нибудь слышали, и это счастье или удача. Ит могег, я сделала тоже выписку, намес, и второе, его значение, почему я читаю, потому что это без огласовок, я не уверена, могу ли я вам эти слова здесь писать, но поэтому я сама их прочитаю. Второе, ит мале бе регеш хи йони, бе регеш, регешут, это наши чувства, которые мы испали, да, он наполнился какими-нибудь положительными чувствами, или вот слово намес, это растаял, от счастья, посмотрите, здесь можно было вот эти два слова даже в голубую рамочку обвести, я всегда в голубую рамочку обвожу те слова, которые как бы вместе соединяются и дают смысл такой вот совместный, да, у мит могег ми нахат, растаял от счастья, или наполнился счастьем, ореф, он, тут уже про него в мужском роде говорят, у гдэ леохиях, скажите, известно ли вам этот глагол леохиях, доказывать, а так, это Элис читает у нас, леохиях, да, доказать, гдэ леохиях ля шуаль, ше у мамаш мушлям, что он хотел ему доказать, ше у мамаш мушлям, ну, для меня это мушлям как бы наполненный, да, он хотел, без изъянов, он такой прекрасный, такой необыкновенный без изъянов, мушлям, это высшая как бы форма существования, что ли, как бы, да, это же слово шалом тут, и слово, вот, как вы сказали, что оно для вас? Для меня наполненное. Наполненное, может быть и так, но у изъянов что-то такое, что он вверх всего, что может быть, патах, это пив, шело, пэшело. Открыл его рот. Ляшир, для того, чтобы петь, да, он хотел запеть. Ве нетах, то есть кусок огвина, цанах ле мата, цанах, цанханим, те, которые, что он спикировал, да, как... Спикировал вниз. Вниз. Очень хорошо. Цанах я не знала слова. Цанах это цанханим. Я знаю, упад ли, Коль, а цанах я не знала. Это парашютисты, да, цанханим, и то есть он спланировал, как бы, упал сверху вниз, ле мата. Итак, Натали, ваша очередь, вы читаете заключительное предложение до точки. Ашуаль, хатах, этагвина, вэамар, ла орык, хээн еш лэха гамколь. Читайте дальше. Ма шэха сер лэха, зэрак, сэхэль. Ой, сэхэль. Ма шэха сер лэха, зэрак, сэхэль. Мозг, еш гамколь, он еще немножко поиздевался же над ним, да? Ухатав, то есть схватил, гвина. Вэамар, ле орык, кэн еш лэха гамколь, ма шэха сер лэха, зэрак, сэхэль. Итак, мы с вами прочитали эту маленькую в несколько строчек басню, как написано у Ла Фонтена. Переведено на иврит. И сейчас мы с вами прочитаем более развернутый вариант. И это будет тоже... Так вот это я еще хочу чуть-чуть отодвинуть, чтобы нам было видно хорошо. Анна, я видела, вы выпали на одну минуточку, но мне кажется, что вы вернулись. Пожалуйста, посмотрите, видно ли вам. Да, а вам меня слышно? Да, слышно хорошо, пожалуйста. Только я хуже читаю, чем ваши участники. Вы? Ну что же, как вы умеете, так и читаете. Пожалуйста, мы приближаемся на одинаковых... Замечательно. Шоаль, так он и остался дяденькой. А уже про второго участника говорят бат-ореф. То есть это уже будет ворона. Да, ореф это сам ворон, а если она его дочь, бат-ореф, то есть ворона. Здесь уже про эту героиню будут, я думаю, говорить в женском роде. И вот тут написано автор. Прочитайте, пожалуйста, Анна. Альпи-эзопус, то есть басни писал Лафанден, басни писал Эзоп, да? Нам говорят, что у нас есть Эзопов язык, и это как раз и есть иносказательный. Здесь в соответствии с тем, что написал Эзоп. И мы начинаем сверху читать списка нашего. Так как вы еще не очень у нас освоились, Анна, то вот маленький кусочек прочитали пока достаточно, да? Спасибо, да. Пожалуйста, Алис. Да, пожалуйста, мы слушаем тебя. У нас это слово есть в двух вариантах. Машу и Мишу. Что-нибудь и кого-нибудь. Машу лейхоль. Пожалуйста, дальше. Спасибо, замечательно. Вот тут мы сейчас с вами увидим некоторые глаголы, которые уже там у нас встречались. И существительные тем более. Шуаль тиель бояр. Вэхипес машу лейхоль. Тут к чему не нужно. Ле фета. Внезапно или неожиданно. Афа ле ядо бад ореф. И бад ореф афа. Аль яд шуаль. Вэ нахата аль анаф шель эц. Там нам было сказано, что ореф яшав. А здесь она афа летела в нахата. Вот вам, пожалуйста, нахата. Это она спустилась так же, как там было сказано. А, там было сказано цанхан. А здесь нахата. То есть приземлилась. Когда вы летите в самолете, вас предупреждают, что сейчас он совершит посадку. Вот этот глагол употребляется. Аль анаф шель эц. Пожалуйста, София, дальше. Аль анаф ахадот шель эц. Замечательно. Так же, нэтах гвина, кמו ба сипур ришон, ай нав ахадот шель эц. Лешуаль еш эйнаим хадот острые. В эйнаим хадот у Ивхин распознал, ше и Махзика держит ба макор в клюве кусок сыра. Пожалуйста, Нина. Аль анаф ахадот шель эц. Ани, да? Ани. Ани кольках огов гвина. Ир эр ашуаль у битно рейха, рейха, киркар. Киркара. Бетен женского рода, вы врите, бетен шело, рейка, бетен айта рейка, в ламротше яйта рейка, и киркера, то есть у него еще и там скворчало в животе у этого шуаля. Иргер это как бы он сам себе пробормотал ани кольках о гэв гвина. Валентина, пожалуйста, вы читайте следующее предложение. Это продолжаются мысли лиса и закрываются кавычки, вы дочитали до конца его внутреннего диалога. Что значит о та? Гвина, а не гвина, вы мияд асик о та. И сейчас я ее добуду. Лиасик у нас там было слово в неопределенной форме, а здесь он говорит про себя, я это сделаю. Сейчас же, вот здесь я обвела в голубую рамочку, это такое выражение, которое нужно, оно применяется как пословица какая-то, или такое выражение постоянное. О или шеэйн шми шуаль гибор аль. Гибор аль это супергерой. Гибор аль это супергерой. Или имя мое не лис супергерой. Знаете же, такое выражение по-русски тоже можно так сказать. Я достану, потому что я такой весь из себя, что мне дали имя, что я лис супергерой. И он приступает к действию. Пожалуйста, Валентина, вы считаете, да? Я читаю, да? Сейчас Нина читала, теперь Валентина, да? Нет, я читала сейчас. А, вы читали его, извините, у меня сдвинулась. Юля, пожалуйста, вы. А, шуаль, иткареф аль аец, шебат аореф, амда алав. У дерех ота, лешалом. Лешалом. В берех ота, лешалом. Так, что он делает, шуаль? Уиткареф. Куда? Эль аец. Придвизился. Шебат аореф, амда. Сидела на нем. О, берех ота, лешалом. Что он сделал после того, как он приблизился? Сказал шалом ей. Леварех. Да? Поздоровался. Леварех как бы благословил ее, да? Пронес для нее благословение на шалом. Берех ота, ля, шалом. Так, Катерина, пожалуйста. Что он дальше говорил? Бокер-тофлах, Гвирти. Караа беколь моток. Майява ад хайом. Нотцоттах, нотцоттайх. Да, правильно. Халам, халам кот. Ве, айнаих, кшени. Исны, я, 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 лом, им. Я, лом, это бриллианты. Я, лом, бриллиант, алмаз. Вот, да? Итак, мы читаем. Бокер-тофлеха, лах, извините, Гверти. Карабы коль моток. Вы правильно подчеркнули? Майява ад айом. Нотцоттейх, нотцоттайх. Да, твои перья. Халакот, блестящие. Халак, это гладкие, блестящие. Можно, наверное, было бы, если блестящие, наверное, они бы сказали маврик. Но халак, это гладкие и такие вот красивые. Ве, эйнаим, шелах. Эйнаих, эйнаим, шелах. Кии шней айаломим. Как два бриллианта. Хорошо. Дмитрий, пожалуйста, вы читайте. Дальше. Бат-га-орев ше-нивгаля ле-ре-га, а ле-ре-га, а ле-ре-га, нир-га, ни-яд. Вы еще одно предложение прочитаете, но сейчас мы остановимся для того, чтобы понять, что тут произошло. Что случилось с вороной? Бат-орев ше-нивгаля ле-ре-га, ни-р-ге-а-мияд. Она на одно мгновение, что сделала? Она заволновалась, испугалась. Не в гальте, я испугалась, мне стало плохо. Как бы вот я получила такое вот чувство, что какая-то опасность. На одну секунду она испугалась. Но после того, как услышала сладкие слова, нир-ге-а-мияд моментально успокоилась. Так, пожалуйста, еще одно предложение. Тут мне читают просто тав. Ахшав, вы сразу вспоминаете, когда видите ют и ваф на конце. Мах-мэ-от-тав. Дальше. Авал-захра-эт-га-гвина-ше-бэ-макора-бим-ком-ле-дабэр-ги-рик-да-аль-ге-анаф. Аль-ге-анаф. Итак, нам сейчас рассказывают все время про ворону. И Ратста Леодот Лешуаль. Она хотела поблагодарить. То есть, смотрите, слово ТО-да. ТО-да. Если вы уберете Л и здесь вместо В поставите будет ТО-да. Леодот – это благодарить. Она хотела поблагодарить Шуаля. Аль-мах-ма-таф. Мах-ма-а – это комплимент. Если вы посмотрите Мах-ма-а – это что-то такое, напоминающее слово Хэм-а. Помните, без М – это Хэм-а. То есть, она подмасленная такая. Мах-ма-а шало. Она хотела было его поблагодарить, но вспомнила о куске сыра, который был в его, в ее клюве. Бим-ком-ли-да-бэр, вместо того, чтобы говорить, и Рагда-аль-э-анав. Она стала переминаться или танцевать на веточке. Так, Элис, пожалуйста, вы. Давайте мы остановимся, потому что это уже будет большое предложение. Мы сейчас немножечко проверим, все ли мы поняли. Шуаль-на-ац-эт-мабато. Он как бы вот взглянул, взглянул, взросил взгляд в банетах Агвина, вот на этот кусок сыра. И продолжил говорить. И дальше, пожалуйста, дочитайте до конца строчки. Амар. Салюль. Своим прозрачным голосом улай от москема лей ляшир. Подождите, цалюль – это другое слово. Шакуф прозрачный, а цалюль? Цалюль – это тоже такой свежий, прозрачный. Всё понятно. А вир, цалюль бывает, да? Вот, ну, посмотрите. Может быть, синонимы какие-то вы найдёте. Можно много их. Посмотрите быстренько. Словари, наверное, у всех могут быть открыты здесь. Есть. Цалюль. Чистый, прозрачный, да? Да, чистый, прозрачный. Про воздух так говорят, про воду. Так, теперь, пожалуйста, Наталья. Вы читаете, Наталья? Да, где? Бат-аорев. Бат-аорев. Идгарша. Кольках. Идрагша. Идрагша – это она будет разведённая. Идрагша. Да, 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 да. Кольках. Медибри. Диврей. О, дибри. Диврей. Посмотрите, здесь две точечки. Диврей. Аорев. Орев. Цераста. Мне кажется, тут вот не орев. Посмотрите. Бат-аорев. Идрагша. Кольках. Медиврей. Аорев. Наверное, Медиврей-шуаль. Идрагша. Она разволновалась. Её разволновали кольках. Слова, которые, вернее, речи, которые говорил кто? Не орев же, а шуаль. Как вы думаете? Мне кажется, что здесь я сейчас только обратила внимание. Когда готовила, что-то обводила и читала, я не обратила внимание, что здесь орев. Но сейчас я вижу, что по смыслу вроде как шуаль. Дальше, пожалуйста, ше. Цераста леохияхло ше куля наим. Ага. Подождите. Может быть, здесь бат-аорев и трагша. Кольках у медиврей аорев. Бат-аорев. Так, ну ладно. Вэ ше куля наим леозен. Она хотела доказать. Ше рацта леохияхло. Хотела доказать ему. Ше куля, коль шела наим ляозен. Очень леохияхло ше. Очень леохияхло ше. Ну, теперь, пожалуйста, Анна. Покажите, пожалуйста, откуда. Оваль. Вот оваль. Оваль ксехи пат-а. Пат-ха. Пат-ха. Это макора. Где ла-сир. Ла-шир. Тут точно. Ла-шир. Ла-шир. Нетах. Сейчас я уберу. Хагвина. Низ-мат. 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 Яшар. Летух. 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 Пив. 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 Шелха. Суаль. А. Ар. Муд. Ми. Ар. Муми. Шуаль. Ар. Муми. Это мы уже с вами прочитали на том, где, в тексте, где был из словаря. Валькше. И пат-ха. Макоршела. Гдей ла-шир. Нетах. Агвина. Низ-мат. Яшар. Ле-тох. Пив. Шель. Шуаль. Ну, тут все слова понятны, и смысл мы тоже с вами понимаем. Алис, пожалуйста. Я хочу, чтобы мы еще одно прочитали. Алис, пожалуйста. Я здесь. Со слова гвина. Гвина. Мит. Шелен. Амах. Шэр. Бэ. Лаг. Бэ. Лаг. Ага. Вы знаете, наверное, я вот эти два последних не успела перевести или выпустила из виду, что я их обвела, хотела сделать перевод. Если можно, скопируйте себе, вот савтографируйте это окончание и сделайте перевод этих двух слов, чтобы вы могли точный смысл их понять. Но, в принципе, мы понимаем, что Шуаль похвалил, что Гвинам и Цуенет. То есть и в обмен, взамен тебе в благодарность за эту Гвину. Я дам тебе хороший совет. То есть никогда не доверяйся, не верь. Бетах, да, это Батуах, это быть уверенным или довериться. Лейми, никогда не доверяйся тому, кто произносит. Вот это, наверное, хорошее выражение, я забыла его. Деврей Хануфа. Запишите себе, пожалуйста, это выражение, и можно его перевести по словарю. Хануфа, лесть, лесть. Лесть. Тут есть окончание. Если хотите, я могу вам прислать его. Я хочу, чтобы мы посмотрели, у нас осталось 13 минут, чтобы мы прочитали малюсенький текстик про Аореф в Акад. Тоже это басня, и тоже, может быть, вы ее раньше встречали и читали на русском языке. Но это такая изобретательность такая. Так, это Алис читала. Теперь София, пожалуйста. Аореф в Акад. Помните, мы про Акад, когда мы про лису и журавля читали, про Акад мы несколько раз читали. Это большой горшок, вот такой вот глининный, высокий. Итак, пожалуйста, София. Я прошу вас тоже сделать небольшую скидочку, потому что это то, что я фотографировала на свой телефон. Тогда у меня невозможно было сделать правильный целюм. Аореф Цамэ. Он был, жажду испытывал. Мацакад Гавуа Шебетах Тито. То в самом низу его мы отмаем. Немножечко. Так, пожалуйста, Нина. Аореф Нисе Леаге Эль Амайм. Аваль Цуар. Цавар. Цавар Акад. Цавар Акад. А я Цар. У Макор. Аореф Кацар. Давайте остановимся немножечко, потому что мы тут много прочитали, а тут до какого-то логического смысла мы уже добрались. Ореф Нисали Айгия Эль Амайм. Тут нам понятно. Аваль Цавар. Кад Ая Цар. Мы тоже это очень понимаем, потому что точно так же было с лесой и высоким кувшином. У Макор Аореф Кацар. Большой, глубокий, и у него короткий клюв. Он не мог добраться до воды. Так, Валентина, пожалуйста, вы читайте дальше. Вэ Нирэ Хи Ая Ая Ше Нагзир Нигзар Алаф Лямуд Бе Цома. Бе Са Ме, скорее всего, здесь очень плохо. Огласовок почти нет. Ну, они тоненькие и маленькие, и, видимо, не сфотографировались как надо. Вэ Нирэ Ая и было как бы видно или неожидаемое, тут читаю в зал ожидания. Вэ Нирэ Ая Ше Нигзар Аляв Лямуд Ба Цома. Я вам выписала слово Нигзар Этиль Оныш. То есть он как бы наказан будет тем, что умрет от жажды. Помните, когда Гзар Дин, это приговор, вот с этим словом используется. То есть ему вот не повезло, он получил такое вот как бы наказание за то, за что не был виноват. И, видимо, так подозревают, что ему придется умереть от жажды. Так, Юля, пожалуйста, вы. Остановимся здесь на минуточку, да, потому что нам нужно вот именно разобрать эти кусочки. Которые очень емко написаны без всяких и так много смысла в каждом. Бесов Аля Район Бе Мохо, да, пришел в его голову район, пришла идея. У Этиль, посмотрите, здесь вот Нигзар, это Леатиль Оныш. И это слово еще и бросать, кидать. Вот как бы, почему здесь Леатиль? Этот глагол имеет много значений, в том числе выносить приговор, да, и бросать, кидать. Вот здесь он в смысле кидать. Какой именно район пришел? У Этиль Пнима Халюкей Эвен, да, кусочки, части, всякие, кусочки камней. Ад Ше Акад Итмале. До такого времени он столько кидал, до тех пор, пока этот кувшин не наполнился. И теперь, пожалуйста, Катерина, вы прочитайте дальше. Как бы вот его сам Оно, не знаю, какая тут огласовка, у меня у самой нет этой книжки, я ее в библиотеке перефотографировала. И здесь сказано, пней амаем, алю, да, то есть поверхность воды, пней амаем, да, поднялась. Вэ аорэф яхоль ая леар, вот, я специально выписала и значение, давайте я сделаю побольше. Леар вот, сипэк маем, то есть напился воды, насыщался, утолил жажду, утолять жажду. И утолил свою жажду. Это глагол и слово жажда, они тут вместе рядом. То есть это маленькие вот, не сказать, чтобы это басня, да, это какая-то как притча. Притча, что нельзя не отчаиваться, видишь далеко, надо подумать, как ты можешь все-таки, нельзя внутрь залезть, так надо, чтобы к тебе это поднялось. Так, у нас еще есть маленькая, тут про цар-цар пока не будем, давайте быстренько прочитаем. А цар-цар вэ анемалим. Можно я почитаю? Потому что тут тоже почти не видно огласовок, ладно? И нам как раз хватит этих пять минут. Они были заняты тем, что пересушивали в теплый зимний день свой запас в Махсане, Гар-Иним, тот урожай, который они запасли. Шэ ниртав багэшем а ахарон, что он промочился в последний дождь. Ад мээра, офия цар-цар, убикэш лэ кабэль Гар-Иним хадим. Дать ему несколько зернышек. Вэ аэммину лі, ані мэт бэ раав, амар. Аны малим, шэ бадэрэх кляль эйно хадалот лэ авода, не прекращают работу. Амду рэга вэ шаалю. Улай эфшар ля дат ма асита коль акаец ляма лё эхханта, эханта, скорее всего, эханта лиха цейда ле хорэф. Цейда – это охэль шэ вэштия шэ лёкхим ля дэрэх. То есть, почему не заготовил себе летом запас еды на зиму. Пашут мэот, ана царацар, коль акаец шарти вэ лё аяли зман. Им акаец авар алейха баширим, ану анималим, кэдай шэ ад эт ахорэф тэ ва лэ баррэ кудим. То есть тут один к одному, так, как и в том варианте басни, который мы знаем. Ты всё пела, это дело, так пойди же попляши. Вот это мы с вами прочитали несколько басен. Следующее занятие, я думаю, у нас будет не басни, а другие тексты, но я слышала ваши пожелания, и вы говорили, что можно и детское читать, и сказки, и, в общем-то, те тексты, которые нам знакомы в русском варианте. Вы знаете, вопрос, я не могу найти, вот я слежу в Телеграме, появились новые записи, и почему-то записи от вторника, когда взрослые, я найти не могу. Может быть, их не всегда так правильно называют, но в последнее время очень правильно называют, именно так, как и происходит занятие взрослых, так взрослых. Какое вы не можете найти? Прошлое наше занятие? Ну, я, наверное, третье или четвёртое подключаюсь, и я потом просто хочу кусочки пересмотреть. Вы выделяете некоторые слова, которые я не знаю. Я просто эти слова хотела выписывать. Элис, вы напишите, вы же знаете, как в нашу группу заходить, и в РИД в Школе Свободных? Напишите мне своё личное сообщение, что вы просите меня дать ссылку. Я просто вас там не нахожу. Там 1600 человек участников. Я не знаю, кто вы. Вы же там не Элис написаны в списке. Вы, наверное, как-нибудь там по своему... А я не помню даже, как я никакой у меня в Телеграме. Да, поэтому я вас найти не могу. А сейчас можно, да, тоже написать? Да, вы мне напишите только в группе. В группе. В Телеграме. В Телеграме. И я вам тогда дам ссылки на ролики, которые повторные для взрослых. И если вы хотите, то вы мне тоже пишите. Всем, кому нужно какую-то информацию, в группу заходите, и пишите мне лично, там, где наверху есть такая ссылка, что я делаю эти сообщения. Вы мне пишите, и я вам тогда отвечу. Потому что я вас по-другому найти не могу. Вот это вот, которое вы объяснили, вот паёк, да, который охаль в дорогу. Я вот тоже его не знала. Я хочу выписать. Это ЦИЮД. ЦИЮД – это то оборудование, которое нам для чего-то нужно. А здесь ЦИДА. ЦИДА – это то, что мы должны себя какое-то, ну, не оборудование, а уже то, что мы должны взять в дорогу еду, если мы собираемся куда-то. Это тоже как бы в этом же корне, в этой же смысловом. А они подставляют тексты. А скажите, пожалуйста, у вас ещё есть занятия для детей, к ним взрослым нельзя, да, подключаться? Нет. Я потому и выпросила нам для взрослых бесплатно одно занятие, что детям дают бесплатные занятия, а взрослым в основном только платные. Ну, понятно. Но дети – это будущее. Ну, понятно. Они перспективны. Да. Хорошо, понятно. Ну, наше время с вами закончилось. Ровно семь часов. Я не знаю, есть за нами кто-то или нет, но, мне кажется, заходят люди, которые хотят ворваться на новое своё занятие. До свидания. Спасибо большое. До свидания.